МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Первый Матичинский время новостей. В студии Алина Саваш. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о событиях этого дня. Коротко о главном. С чуткостью и милосердием к окружающим в матичинских школах проходит неделя добрых дел. У нас постоянно проходят акции. Это часть нашей жизни. Храм Рождества Христова организует сбор крови. Кто может стать донором? И каких правил нужно придерживаться в день сдачи? Накануне не выпивать, с утра не курить, можно покушать. На одной волне с учениками. В рубрике «Мытищи – это мы» победительница конкурса «Педагог года-2024» Анна Гнатенко. Я поняла, что детям сложно осваивать большие тексты. Поэтому у ведущей линии была моя методика работы с текстами на уроках общества знания. Время печь блины и встречать весну. В Российском университете кооперации провели мастер-класс по приготовлению главного атрибута масленицы. Берем 500 мл молока, добавляем 2 яйца, туда разбиваем. В ответе за тех, кого обучили. Матичинские кинологи делятся секретами профессии. Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. Молодец. Хорошо. А теперь подробнее. Эта неделя в подмосковных школах проходит под эгидой «Добрых дел». Ее инициировал глава региона Андрей Воробьев. Учащиеся школа номер 3 имени генерала-лейтенанта Бориса Феофанова одними из первых приняли участие в благотворительных акциях. Подробности у Екатерины Шарыповой. Вот уже два года «Неделя добрых дел» объединяет школьников со всех регионов Подмосковья, которые желают поддержать участников СВО и тех, кому необходима помощь – жители новых регионов, а также старшее поколение. Мы с этим живем, мы с этим работаем, и не сегодня это началось. Поэтому и дети, и родители, они готовы, потому что у нас постоянно проходят акции. В принципе, это часть нашей жизни. В рамках проекта в школах проводят познавательные уроки и разговоры о важном. Например, сегодня участникам из 5-го юг-класса показывают презентацию про Подмосковье. «С какими другими регионами граничит Московская область? Их же много очень. Турцкая, Сверская». Многие ребята узнали новые и интересные факты про область, в которой живут. «У меня очень много промышленности. В Подмосковской области производится половина мясопродуктов. Оно занимает второе место по промышленности. Есть так-маг, в котором неиссякаемое электричество». Также ребята написали письма нашим бойцам, которые сейчас находятся на передовой с пожеланиями вернуться домой с долгожданной победой. Интересно, что акция в этом году выпала на Масленичную неделю. До пятницы участницы активного долголетия будут проводить школьникам мастер-классы по приготовлению блинов и росписи пряников. Екатерина Шарыпова, Первый Матищинский. И еще о добрых делах. Каждый желающий может принять участие в донорской акции, которую организует Матищинский храм Рождества Христова. 14 марта в воскресной школе будет работать пункт по сбору крови. В основном она направляется на помощь пациентам пожилого возраста с хронической анемией и онкологией. Какие рекомендации стоит соблюсти тем, кто хочет нести свой вклад в помощь ближнего, смотрите в нашем сюжете. Донорские акции в нашем округе проходят с регулярной периодичностью. Желающих принять участие немало, но крови для переливания больным всегда недостаточно. 14 марта в воскресной школе при храме Рождества Христова сбор биоматериала будет осуществлен впервые. Мы приглашаем всех, кто неравнодушен к своему ближнему, кто чувствует себя христианином, а может быть даже и неверующих людей, но которые хотят помочь своим ближним, для того, чтобы эта кровь досталась людям больным, нуждающимся в ней. Кровь принимается у людей в возрастной категории от 18 до 60 лет. При себе нужно иметь паспорт и снилс. Накануне не выпивать, с утра не курить, можно покушать, но пища должна быть такой простой. Макароны, кашка какая-нибудь, без обилия соли, сладкий чай с печеньем. Согласно закону, в день сдачи крови работник освобождается от трудовой деятельности. Ему также положен дополнительный день отдыха. В этот четверг донорская акция пройдет на территории храма Рождества Христова с 9 до 12 часов. Для участия необходимо вступить в телеграм-канал, пройдя по QR-коду, представленному на экране, или позвонить по указанному номеру. Ваша кровь может спасти чью-то жизнь. Алексей Попов, Максим Силаев, Первый мытищинский. Продолжает программу наша рубрика «Мытищи, это мы». Сегодня в центре внимания новоиспеченный педагог года 2024 Анна Гонотенко. Победительница конкурса профессионального мастерства работает учителем общества знания в школе номер 12. Анна Анатольевна преподаватель с горящими глазами. Она на одной волне с учениками. По ее мнению, это и есть рецепт успеха в профессии. О любви к работе с героиней пообщалась Анна Смирнова. Учитель общества знания Анна Гонотенко работает в мытищинской школе номер 12 не так давно, но уже успела завоевать детские сердца и уважение коллег. В педагогической сфере трудится более 8 лет. Ее профессиональный путь начался в Луганске, но спустя время пришлось переехать в Мытище. Учреждение, в котором она преподавала еще и историю, постоянно попадало под обстрелы. Мытищин для меня стал вторым домом, можно сказать. Все эти достопримечательности я уже полюбила как родные. Могу сравнить себя с растением, которое пересадили в благодатную почву из одного места, и оно благодарно тому месту, которое его растит. Поэтому мытищин для меня благодатная почва, в которой я дала результаты, реализовала себя как учитель, классный руководитель. Мечту жизни называет банальной. Стать учителем Анна Гонотенко хотела с первого класса. Сегодня она один из тех педагогов, занятия которого школьники никогда не пропускают. Молодая, современная, преподаватель находится с ребятами на одной волне. Путем проб и ошибок Анна выработала свой рецепт успешного урока. Когда я работаю на уроках, я стараюсь ребят заинтересовать и сказать о том, что и показать о том, что мои знания, которые я им даю на уроках, они им пригодятся и в будущей жизни. То есть это практика ориентированность. Это первое. Второе – это, конечно же, заинтересовать, где-то подшутить и на личном примере рассказать что-то. Иногда мы проводим ассоциации, запоминаем, видим мнемотехники. Рабочий день молодого учителя длится с 8 утра и порой до глубокого вечера. Приходится совмещать деятельность педагога и завуча, а также быть достойным классным руководителем для любимого 10-го А. Анну Анатольевну ребята уважают беспрекословно. Она как вторая мама. Я считаю, что она самая добрая из всех учителей. Она хорошо преподает свой предмет. Всегда за нас горой стоит. Для меня Анна Анатольевна очень любящая, понимающая. И мы с ней находим общий язык всегда. Самое главное для нас – то, что мы можем быть с собой на уроках и везде, когда она с нами. Мы ничего не стесняемся. Нам очень приятно находиться с ней в одном окружении. Недавно Анна Агнатенко стала победителем муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2024». Учитель скромничает. Совсем не ожидала столь высокой оценки своего труда. Зато возросла уверенность в себе. В перерывах между уроками я готовилась до поздней ночи. Некоторые методики, о которых я рассказывала, они мне в голову пришли, когда я ехала в автобусе и наблюдала за тем, как дети читают короткие статьи. И я поняла, что детям действительно сложно осваивать большие тексты. Поэтому в ведущей линии была моя методика работы с текстами на уроках общества знания. Теперь Анна готовится к тому, чтобы представлять мытищи на региональном этапе конкурса. Колоссальную поддержку продолжают дарить коллеги по цеху. Огромное воодушевление, огромная радость. Коллектив ликовал, просто узнав результаты. Потому что для нашей маленькой школы, для нашего такого скромного комплекса это действительно настоящий прорыв. Это огромный шаг вперед. И, безусловно, это та мотивация, которая необходима всем учителям, которые работают в нашей школе, для того, чтобы стремиться вперед быть похожей на Анну Анатольевну. С начинающими специалистами Анна Анатольевна делится еще одним секретом успеха. Педагогическое дело нужно любить от А до Я. Я, наверное, люблю все. Единственное, не люблю родителей в школу вызывать. А так мне все нравится. Станет ли Анна Анатольевна лучшим учителем Подмосковья, покажет время. С большой поддержкой и любовью к профессии у нее есть все шансы. Анна Смирнова, Денис Корнев, Первомытищинский. Время печь блины и встречать весну. В России продолжается масленица. Отмечают ее в нашей стране всю неделю. Последнюю перед Великим постом, который будут соблюдать православные христиане в преддверии Пасхи. Секретный рецепт приготовления блинов узнали мытищинские волонтеры в Российском университете кооперации. Наша съемочная группа присоединилась к ребятам. Екатерина Гаврилкина – преподаватель Российского университета кооперации. Сегодня в роли шеф-повара. Она проводит мастер-класс для студентов по приготовлению блинов. Самое главное в этом деле – это проверенный рецепт. Берем 500 мл молока, добавляем 2 яйца, туда разбиваем, добавляем сахар, обязательно соль, потому что блинчики, они должны быть прямо сладкими. И затем уже в конце просеянную муку. В разгар масленицы в Российском университете кооперации собрались студенты, волонтеры Подмосковья и представители молодой гвардии. Совместная готовка сближает – это отличный способ для коммуникации. Кто-то пек блины впервые, а кто-то проявлял виртуозные навыки и креатив. Масленицы – это всегда радость. Мы, масленицы, провожаем холодную зиму, которая у нас была, эти снега, сугробы и ждем весны. Педагоги в активности не уступали студентам. Любовь к старинному празднику заложена в их традициях. В нашей семье, например, принято так, что блины, стопки, они не хранятся. Человек, ну, как правило, старшая женщина стоит у плиты. В детстве это была мама, бабушка, сейчас это супруга. Она готовит, а вся семья остальная кушает, пока не горячая, с пырой, с жарой. Затем за совместным чаепитием участники кулинарного мастер-класса опробовали свои гастрономические шедевры, тем самым открыв масленичную неделю. В течение нее в главных местах отдыха будут проходить интерактивные программы, посвященные масленице. Основные мероприятия состоятся 17 марта. В 12.00 в парке Мира мытищенцы всей семьей смогут окунуться в атмосферу славянского праздника на народных гуляниях «Заходите на блины». Совсем рядом на катке Дворца культуры Яуза в 13.00 провожать спортивную зиму будем с развлекательной программой «Топим лед». Яркие масленичные гуляния развернутся и в сквере театра «Кукол огнива». Начало в 15.30. Не пропустите. Алексей Попов, Первый мытищенский. Мы вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Далее о происшествиях. Мытищенские полицейские задержали подозреваемого в краже колонки. Молодой человек решил приобрести технику в магазине электроники, только забыл при этом оплатить товар. Он дождался, когда консультант уйдет из зала и затем скрылся в неизвестном направлении. Свою версию этой истории он расскажет дальше. На этих кадрах можно рассмотреть, как происходит преступление. Молодой человек, находясь в одном из торговых центров округа, берет с витрины акустическую колонку и, не оплатив товар, выносит его из магазина. О краже сотрудники павильона незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. После чего на след злоумышленника вышли мытищенские полицейские. Как вы распределились по хищному? Продал тысяч за кому человек продал? За какой сумму? За 20 тысяч. Злоумышленником оказался 20-летний житель округа, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и убийство. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности, совершенных в московском регионе. В отношении молодого человека выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Екатерина Шарыпова, Первый Матищенский. Успешно раскрывать преступления полицейским помогают четвероногие друзья. В России использовать собак для решения служебных задач начали почти 120 лет назад. Сегодня тысячи псов выезжают на места происшествий и участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях. О дружбе человека и животных расскажет Сергей Берзин. В системе МВД России насчитывается около 40 видов пород служебных собак для самых разных целей. Но наиболее универсальны немецкие овчарки. Они работают по следу. Без них розыскная работа в особо сложных условиях немыслима. Но и пса нужно воспитать и научить как надежного партнера и соратника. В Матищенском центре кинологической службы большинство сотрудников – женщины. Но считается, что в этой работе только человек с твердым характером сможет развить в питомце требуемые качества. А еще нужно терпение и знание психики животного. У женщин все это есть. И еще есть свой подход. Ну, злые большие псы – это, по большей части, не ко мне. У меня достаточно такой покладистый кобель. Да, люди хорошо знают, что у собак есть свои характеры. Но и собаки тоже чувствуют людей как старших партнеров по службе. Этот взаимный контакт очень дорогого стоит. Когда человек выходит, грубо говоря, на смену, да, он собаке должен уделять внимание, ну, практически целый день с ней находиться, да, чтобы собака не чувствовала себя брошенкой, да. Да, да, да. В какие-то моменты допускается, чтобы кинолог забрал с собой собаку, да, там, домой, в отпуск. Не зря великий поэт назвал собак братьями нашими меньшими. Во многом они похожи на нас, а вот по службе просто незаменимы. Опытные собаки могут найти след большой давности, который затерялся среди других более свежих запахов. Но они его находят аналитически, как будто вычисляют. Инспектор-кинолог Кристина Кочетова не первый год работает с овчаркой по кличке Бриста. Заслуженная собака. Больше сотни поисковых дел. То есть в 6 лет она на подъеме, да, на самом-то? 5-6 лет в самом-то. У вас создаётся впечатление, что она мыслит? Да. Мне кажется, о каждой собаке можно такое впечатление создать. В чём-в чём собаки нас превосходят, так это в игривом характере. Собака играет всегда и любым предметом. Но именно это её качество используется в обучении и приносит плоды. Сидеть. Хорошо сидеть. Хорошо. Молодец. Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. Молодец. Хорошо. Когда у собаки что-то получается, да, радуешься, ну правда, как за ребёнка. И наоборот расстраиваешься, когда бывают какие-то, да, что-то не получается. Да, непростое это дело разбираться в тонкостях собачьей психологии. Но захватывающе. В дрессуре считается, что любое животное относится к человеку как к вожаку стаи. А как собака относится к женщине. Тоже вожак, если ты выстроишь отношения. Просто женщине приходится немножко побольше усилий приложить к этому. Трудно не согласиться, но мы ещё мало знаем о возможностях наших самых верных друзей. Тем более, что по службе они каждый день доказывают, что очень полезны людям. Сергей Берзин, Михаил Петров, Первый, Мытищинский. А теперь о спорте. Более двухсот юношей из Подмосковья, Москвы, ЛНР, Ярославля, Санкт-Петербурга, Владимира и Калязина приняли участие в турнире по греко-римской борьбе. Он был посвящен триумфальному выступлению сборной команды СССР на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Тогда наши борцы завоевали 10 медалей. А с каким результатом завершился этот турнир? Екатерина Шарыпова поделится подробностями. Открывает турнир по греко-римской борьбе выступление творческого танцевального коллектива. Девушки приветствуют участников соревнований, организаторов и зрителей под калинку-малинку. После их номера на ковер уже выходят спортсмены – юноши 2012-2013 годов рождения. Сегодня у нас проходит турнир по греко-римской борьбе, посвященный триумфальному выступлению сборной СССР на играх Олимпийских в Монреале в 1976 году. Из 10 весовых категорий наши борцы завоевали 7 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая награда. Поддержать юных спортсменов в мытище приехали участники той самой триумфальной сборной. Среди них победитель Олимпийских игр Николай Балбошин. Это, конечно, уникальное выступление. И было тогда сказано, что это рекорд. Но я вот такой все-таки оптимист. Я говорю, все-таки давайте за молодежь, которая перебьет наш рекорд. Но, к сожалению, нам так не получится. Все-таки это останется рекордом. А бронзовый призер Игр в Монреале 1976 года Фархад Мустафин рассказал, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы добиться хороших результатов на соревнованиях. Это характер. Это внутренний стержень, который выработается в детском возрасте уже. Ну и, естественно, работоспособность и любовь к борьбе. В этот раз за призовые места боролись около 200 юношей из Москвы и Московской области, Луганской Народной Республики, Ярославля, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов. Каждый спортсмен хочет занять первое место. Сегодня я собираюсь его занять. Мне кажется, самое главное – это победить страх и начать делать действия. Без этого ты не сможешь выиграть из своего противника. Мытище представили 18 лучших борцов. Состязания проходили в различных весовых категориях. Каждый спортсмен выступал под девизом греко-римской борьбы – сила, ловкость, красота. За счет ума, за счет ловкости ты должен вывести противника из равновесия, обманными движениями заставить его принять неправильное положение и в это время провести техническое действие. Соревнования длились до вечера. По итогам были определены сильнейшие в каждой весовой категории. Их отметили грамотами и медалями. У матищинских борцов одна – у Алексея Шишканова. Екатерина Шарыпова, Александр Соломкин – первый матищинский. Долгая снежная зима подходит к концу. А вместе с ней и богатый на события лыжный сезон. В матищинском лесопарке сотни любителей и учащихся спортивных школ вышли на принципиальные старты в своих возрастных категориях, чтобы поставить финальную точку очередного учебного периода. За ходом состязаний внимательно следил наш корреспондент. Настоящую зиму без лыж представить невозможно. Особенно тем, кто каждые выходные спешит на заснеженные дорожки в леса и парке. А уж тем более тем, кто избрал этот вид спорта своим любимым делом. Кто пришел в школу «Авангард» и встал на лыжню, как и положено, в 9 лет. Я бы хотела в первую очередь получить разряд. Первый? Ну да, хотя бы первый. Лыжней получаю первое место иногда бывает. Василиса не забывает, что это только учебные старты. И еще многому надо хорошенько научиться и подрасти. Ведь позади только первый учебный год. Если провести школьную аналогию, то сейчас здесь прозвучит последний звонок. И начнется последний лыжный урок в этом году. Потому что эти соревнования завершат лыжный сезон 2024 года. В конце учебного года всегда подводят итоги. Было много снега, было много стартов. А кому-то и этого не хватило. Ну и немного грустно, потому что уже заканчивается сезон на лыжах. Очень быстро прилетел этот сезон. Как-то не как обычно. Хотелось бы побольше соревнований на лыжах. В школе «Авангард», как и в любой спортивной школе, есть свой рейтинг о спортивных рангах. И все хотели бы стать в нем повыше. Особенно в старших классах. За этот сезон я достигла первого взрослого. Это для меня большой почет. Я этого очень хотела. На дистанциях трех километрах. Это у меня, получается, было в Красногорске. Были сложные трассы, но я добилась у него. Приходят первые победы, растут здоровые амбиции и конкретные задачи для своего роста. Прошлый сезон был очень удачный. Как раз-таки я заработал первый взрослый разряд. Съездил в конце сезона на спортивные лыжные сборы и повысил свой уровень подготовки. На будущее я хочу выполнить в следующем году КМС. Ну а последний аккорд года, последний старт, он всегда символичен с видом на перспективу. Вот и Василиса Кокшарская бежит из последних сил, но к своей заветной перворазрядной цели. А впереди у нее еще много будет таких стартов и, надеемся, побед. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Мытищинский. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Напоминаю, смотреть наши новости можно и в социальных сетях. Первый Мытищинский есть ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. До новых встреч! МВД предупреждает. Это мошенники. Телефонные аферисты придумали новую схему обмана. Они заставляют своих жертв прятаться, а затем требуют выкупу их близких. Как это работает? Здравствуйте, это Мария Петровна? Да, а кто говорит? Старший следователь Зуйков. К нам поступила информация, что за вами следят преступники. Боже мой, ну зачем? Планируют похищение, чтобы завладеть вашей квартирой. Как же так? Что же мне делать? Слушайте внимательно. Мы идем по следу преступников. С вашей помощью мы их обезвредим. Но у нас очень мало времени. Никому не сообщайте о нашем разговоре. А дочерь можно? Я же сказал, никому. Соберите вещи на три дня и отправляйтесь в безопасное место, которое я вам назову. По пути избавьтесь от телефона. Купите в магазине новый аппарат, новую сим-карту и перезвоните мне. И что же будет дальше? Аферисты заселят жертву в модель, убедят несколько дней ни с кем не вступать в контакт, якобы пока преступники не будут пойманы. А в это время... Это Наталья Сергеевна? Да. Ваша мать находится у нас. Если хотите получить ее живой, заплатите 2 миллиона рублей. Будьте бдительны. Это новый вид телефонных мошенничеств. Так называемое похищение. Преступная многоходовка, когда обманывают сразу двоих. Одного убеждают спрятаться, а другого, что его родственник похищен. Кто в зоне риска? На удочку преступников может попасть любой. Но самая уязвимая категория потенциальных жертв – пожилые люди. Запомните! Задача аферистов – напугать, заставить человека действовать вопреки здравому смыслу, руководствоваться эмоциями, самое сильное из которых – страх. Что делать? Не доверяйте телефонным незнакомцам, кем бы они ни представились. Никогда не следуйте инструкциям неизвестных, полученным по телефону. Позвоните близким и расскажите о случившемся. Именно они чаще всего ломают планы злоумышленников. Не становитесь легкой жертвой аферистов. Если боитесь, что близкого человека похитили, немедленно звоните в полицию. МВД предупреждает – это мошенники. Продолжение следует. Вообще здесь сантиметра пять есть. Дай сюда руку! Руку дай! Давайте веревки! Руку дай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова